Ну и вот Павел Троценко, он мне пересылает вопросы, он сотрудничает с этим самым крупным сайтом, самые интересные вопросы присылает мне Железову. И вот мне очень, я в интересном положении, ведь поймите, у меня же холодильник забит не только косточками, вот косточки, абрикосы, сливы, вишни, они часто повторяют свои качества культурные. Почему? Я когда-то не мог понять, а почему так не получается у ученых? Или для того, чтобы получилось, им надо принимать специальные меры. То, что, вспомните, там мешочки из этого, из, допустим, марли, я их называю презервативными. Вспомните эти кисточки, когда нужно пыльцу собрать с одного цветка, перенести на другой, не дай Бог, чтобы это, кастрировали. Представляете, деревья еще кастрировали, оказывается. И вот это все. И вдруг такой вопрос. Как выводить новые сорта? А я-то тут при чем? А я их выводил? Они сами выводятся. Вот разница то в чем? Смешанный сад. Я туда дикарей понапустил. И они перестали быть дикарями. Вы знаете, тот товарищ, который, дядя Ваня, который там орал на весь интернет, что железо подставил, вот, значит, он кричал, что у него там несколько этих культурных-то погибло. Он не знает, почему погибло. А дикари, он их так говорит, дикари, зачем мне дикари, абрикосы. У него такой шанс вырастить, что они не погибли, при том, что до воды всего-то полметра-метра. Еще шанс нет, они погибнут и эти, и по двое. Вот. Но он их так упорно, дикари, на черта дикари. Да вот это, еще раз, у меня в саду нет ни одного дикаря. У меня в саду есть только дикая груша, которая не хочет оккультуриваться, и то потому, что некому ее опылить из культурных. Так сложилось, да? Вот. И что еще из дикарей? А сибирки в лесу, в тайге. И то, я Курдин его как показывал? Мы едем, я говорю, по трассе. Я говорю, вот смотрите, вот кусады, проезжают в десяти метрах, длинный ряд этих, там, карак, малый карак, большой карак. Я говорю, видите, это, повдоль растут эти, а это самосевы. А там вроде бы сибирки, а они размером с ногти. И чем ближе к садам, тем крупнее, а чем туда, это по одну сторону дорога, а по другую сторону, вон они, видите, мелочи. Вот все, чуть не надо быть никаким этим особым этим. Кстати сказать, вот, ничего уже, я бы посоветовал этому человеку, может быть, он потом, например, Паченко, он такой молодец, он эти вебинары делит на кусочки. И вот, допустим, этот кусочек, если он вырежет, так, обзовет его, надо ли заниматься этой самой искусственной селекцией, или хватит, естественно. И, может быть, Павел Троценко отправит в этот же, как ответ. Вот. Надеюсь, так получится. А самое интересное в том-то и заключается, что давно, господа ученые, я железо, если бы я был просто с улицы или с подворотни, вы могли необретать внимание, перед вами человек, который представляет любительское садоводство. Ну, назовем одним из лидеров, скромный так, с вкусом. Вот. Один из лидеров. Чье мнение заслуживает внимания уже даже с вашей стороны. Вот. Так вот, уже давно мы все вывели. Соотношение ваших сортов и наших, по качеству наших, как минимум, хуже или лучше. Раз. Второе. Вы выводили их целенаправленно, мы спонтанно. Но так как у нас попыток гораздо больше, ну, это как спортлото. Купил билет HD. Ага. А знаете, я когда был еще, помню, молодым человеком, когда появился, да? А я же, ну, кто из вас подсчитывал вероятность выигрыша 6,49? Кажется, 6,49. Я уже могу забыть цифры. Ну, самый первый вариант, помните там. Вот. 6, по-моему, 49. Я взял быстро, я не могу бы уметь считать, но я секунд за 20 считал. Один выиграете с 13 миллионов. Ну, плюс-минус. Естественно, у меня тут же желание покупать их отпало. Потом было, я к чему говорю, что мне можно верить, как к тому Миллеру. Значит, когда был первый победен, то продано 100 миллионов. Это сколько дураков? Знаете, сколько выиграло? Это официальная цифра из официальной газеты. Может, правда, может, известие. Вот. Там было сказано. Продано 100 миллионов билетов. Спортлато 6,49. Количество выигравших 8. Я взял 100 миллионов. А большие цифры иногда не обижаются. Это такой закон больших чисел. Кто не знает, что, пожалуйста, 100 миллионов делим на 8, получается как раз где-то 13, да. Ну, то есть, естественно, что это. Так вот, повторяю, я отвлекся, но это мое любимое занятие, отвлекаться. Может быть, даже интереснее так. Значит, получается, что у нас уже давным-давно, если в целом садоводство российское, если я знаю десятки садоводов, таких как, например, этот самый Чернобайев, еще это, я вам еще покажу кое-кого. Так вот, у нас уже эти сорта есть. Мы проделали работу по сравнению с ученой работой, там бумаги. Ой, как там бумага. Если б кто знал, что вся их работа идет в количестве бумаг, тонны бумаг. Ой, как мне рассказывать, как надо описывать, потом эту бумагу ложиться в таблицу, заполнять на полочку. И никто, не сам автор этой отчета, не его руководитель, никто никогда больше не прочитал, что там написано. Оно не надо. Это как прошлогодний снег. И вот у нас, у любителей, достижения по качеству сортов, по количеству сортов, ну, назовем скромно, сортообразцов, форм, клонов, вот, в тысячи раз больше, чем у вас. Причем, заметьте, государство нас не потратило ни одной копейки, наоборот, мы тратили, что стоила моя поездка в Москву и на Украину. Вот. Кто бы вернул мне эти деньги. И, по количеству их, в тысячи раз, что должен делать настоящий ученый? Если хоть один не меня слышит. Правильно. Он должен ехать на готовое. Я не говорю, что я их приглашаю. Я их сейчас обдеру как липку, постолька сунулся. А ко мне уже собирается экспедиция с Дальнего Востока. Ученая. Спасибо, Юрий Васильевич. Удружил. Знает мою щирую душу. Знаете, от меня приехал молодой человек, у меня фотографию есть. Вот. Это самое. С Новосибирска, что ли, я уже забыл. Все забываю. 1500 косточек абрикоса. 1400 улез. Ну, правда, дикие. Ну, такие, полудикие. Вот она, щирая душа. Итак, у нас все есть. Смотрим дальше. Вы скажете, не, что вы, это все ерунда. Вот. Я почти ответил на этот вопрос. Еще дед легендарный Мичурин вводил по месту одного сорта груш. Может, он был богатым. Мичурин же был все-таки этим самым. Ну, пусть, может быть, раз он был работягом, может. Но он все-таки был сдворян. Значит, его дед мог быть и богатым. И мне б тоже, кто б кормил, я б тоже вывел новые сорта. Вот. Если это было тогда, возможно, все должно быть. Понятно, что такие сорта могут не соответствовать стандартам. Но создать что-то уникальное, что в Мичуринске было неплохо. Ой, дорогой друг, здесь нет его имени, фамилии. Создать-то проще паренной репы. Берем два этих самых сорта с коричневым, получаем. Еще раз повторяю, презервативчики, кастрация, искусственное опыление. Вот. Этому даже учиться не надо. Это надо. Это надо. Я не учился, но я возьму кисточку и сделаю это. Но дело-то в том, что это главное, создать-то можно. Сохранить-то невозможно. Вспомните покойную Татьяну Александровну ногу. Вспомните дочку, которая достала все эти сорта уникальнейшие. Ну, вот в чем дело-то. А вы не сможете сохранить. Здесь масштабы другие. Вы что думаете? Так просто? Вон тут же поплывет этот сорт. Если уже не могут найти этого самого Апорта Алматинского. Ну, пусть он есть у меня, пусть он есть у Чернобаева. Но это еще не факт, что они-то сохранили первозданных. Мы же понятия не знаем, какой он был первозданный. Я же помню, в советское время, кто-то, видимо, поездом приволок у нас еще в плате. Ну, не советское, пересрочное. У нас еще хоть зарплату платили на заводе. Смотрю, прямо в мешках, не в коробках, в мешках. Что за сорта? Крупные яблоки. Апорт. Они полосатые были. Вот у меня апорт. Так. В общем, что я мог сказать этому человеку? Я, в принципе, обращался не к нему, а к науке. А что я ему могу сказать? Выводите. Что еще? А вот как это делается? Есть еще способ, который уже ближе к мне, как сказать, по духу. Это вегетативная гибридизация. Но там жесткие правила. Здесь рассказывать не могу, все их уже знают, кто видел эти вебинары. Там жесткие правила. Вот тогда они возникают, как черти с табакерки. Вот это, кстати, один из моих примеров. Вот. Попробуй, удержи теперь его. Ну. Семечко взять, вырастить, скрестить с другим, получишь вот такое возможно. Вот. И что получается? Деньги на ветер или время на ветер? Так, нет. Надо дальше прививать. Ну, извини. Наверняка, что дед легендарный Мичурина и понятие новой сорта имеется в виду, это все-таки опыление. А не вегетация. Короче, не дождались от меня толком ответа. А мой ответ, это те 51 вебинар. Здравствуйте, Олег Константинович. Жду катала костики, затем черенков. По прошлому году черенки 90. Кстати, это все лекции. Вот, казалось бы, вот человек просто, я доволен чем? Тут что-то погибло, что-то живо, а я доволен этим письмом все. Смотрите, как я внимательно читаю. По прошлому году черенки почти 90% прижились, а в конце мая заморозок пятна. Знаете, это у нас за 35 лет только раз такое было. Чтобы в конце мая такое было. Вот. То есть это речащий случай. Ну, а где она живет? А я не проверял. Может, я бы нашел его там по поисковике. Ну, не стал. Ладно. Сам принцип. Что получилось? Селекция. Смотрите. По прошлому году черенки почти 90% прижились. В конце мая заморозок пятна. Минус пятнадцать. Итог. Груша монастырская. Берите ручки, записывайте. Кто из вас нудный. Память Яковлева. Живы. Слива Венгерка. И яблоня Голден. Внимание. А? Ну, так совпало. Нарочно. Все остальное не выдержало. Но все уже пересажено. Наросло. Буду ждать следующий год. Опять же черенки. Каталог просит. Костяки черенков. Ну, че. Селекция не селекция. Скажите, что это не селекция. Что такое в конце мая заморозок? Это уже дерево было зеленое все. Все в листьях. Все в побегах. И вот, пожалуйста. Монастырская. Память Яковлева. Слива Венгерка. Яблоня Голден. У меня яблоня Голден. Началась зима. Минус десять. Вся в снегу. И не видно было. И яблоки вот эти вот висят. Это было несколько лет назад. Ранняя зима. Прям с листьями все ушло. Что, деревья живы-живы. Потом, значит. О, теперь наступило. После минус десять. Ну, где-то плюс пять, плюс восемь. Снимаю яблоки наконец-то. Они целые. Они не замерзли. Меня удивило не то, что побеги. Что им сделать за минус десять. Фу. А вот яблоко живое. Они тоже перезимовали морозы. Несколько дней стояли морозы. Упали, а яблоки целые. Не замерзли. Интересно, да? Вот моя селекция. Вот селекция продолжается. Это моя селекция. Это мои игруши. Это мои сливы. Это мое. Вот. Поняли, да? Мое. Ух. 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 Уху. Это мой аутбук дел. Ух! Ух!